Доброго времени суток! В данном видео мы рассмотрим быстрое и планомерное подключение к игровому серверу Project Zomboid. Изначально рекомендую вам посетить страницу игрового проекта. Она находится на отдельном хостинге, на отдельном сайте, который вам позволит ознакомиться с первоначальной информацией по игровому серверу. Здесь вы можете ознакомиться с ссылкой и переходом на официальный сайт проекта, страницу в магазине Steam, инструкции по подключению к игровому серверу, список статей по выборке на сайте. А также рекомендуется подключиться к нашему дополнительному дисконс-сервису, который занимается тематикой игровых серверов. Поможет вам на первоначальном этапе подключения к игровому серверу или игровых серверов к Риме и Карло. Пожалуйста, затратьте немного вашего драгоценного времени на ознакомление с правилами сервера. На данной странице существует, распределенно по пунктам, необходимые уставы и дополнения по игровому процессу. Еще раз, пожалуйста, с ним ознакомьтесь во избежание дополнительных блокировок и недопонимания в игровом процессе. Перед началом игры настоятельно рекомендуется знакомиться с одиночной игрой, пройти мини-обучение, а также попробовать саму механику игры в одиночном режиме, далее уже переходить к сетевой. Но перед этим, во вкладке достройки, внимательно ознакомьтесь со списком по нюансам игры и ее индивидуальных настроек. Процесс подключения к серверу довольно прост, имеет множество методов, но наиболее эффективный это использование и ввод прямого IP-адреса сервера с портом. На данной странице подключения к игровому серверу Project Zomboid вы можете получить текущий актуальный IP-адрес сервера и актуальный порт, а также необходимые заметки. Например, по возможности действительно избегайте подключения через Steam-сервисы, я покажу вам далее, по причине небольшой петли, которая дает примерно от 10 до 20 миллисекунд дополнительной задержки при подключении к игровому серверу. После ознакомления с дополнительными нюансами, пожалуйста, перейдите во вкладку «Сетевая игра». В данной вкладке вам предоставляется выбор автопоиск сервера или добавите сначала сервер в закладки или в избранной. В данном примере здесь на локальной машине стоит и установлено три необходимые вкладки для подключения к серверу. Вы можете при необходимости создать их сами. Дополнительные нюансы, какой файл отвечает за данную конфигурацию, описаны на странице подключения к серверу, который мы показали ранее. Еще раз прошу обратить ваше внимание. Не используйте вкладку «Интернет», поскольку слишком большое количество IP-адресов и серверов в попытке поиска начинает флудить машину. Нагрузку на сервер это, к сожалению, не создает всем любителям флуда, поскольку порты блокируются. Поэтому совершенно нет никакой разницы, виден ли сервер во вкладке «Интернет» или нет. Поэтому, пожалуйста, еще раз используйте вкладку «Избранные» и создайте свою личную вкладку по игровому серверу. Создание вкладки «Вызбранных» процесс неутомительный и довольно быстрый. Имя сервера. Нет необходимости что-то придумать, пишите любые варианты, которые вас устраивают, и вы запомните их лично. IP-адрес с точностью до последнего байта или цифры. То есть, к примеру, текущий IP-адрес игрового сервера. Локальный IP можете не указывать. Порт 16274, именно этот, который указан на данный момент, неизменный. Нельзя изменять даже на бай, то есть на одну цифру. Пароль сервера используется только, если сервер находится на техническом обслуживании. В основном он не указывается. Если сервер запросил у вас пароль для входа, а не ваш личный пароль, то значит сервер, к примеру, находится на техническом обслуживании. Описание, так же как и имя сервера, значения не имеет. Вы можете его указать самостоятельно так, как вам удобно. А уже имя пользователя, не обязательно Steam имя. И пароль вы должны придумать и ввести сами. Данный никнейм в игре не отображается. Большинство информации скрыто, например, как Steam ID для других игроков. Поэтому безопасность и сохранение ваших данных обеспечивается. Введите имя, которое вы считаете нужным. На данный момент временно доступно создание с одного Steam профиля около трех подобных аккаунтов. К примеру, здесь написано «Тривиально Михалыч» и придумайте какой-то необходимый пароль. И далее, еще раз обращаю ваше внимание, нажав кнопку «Сохранить», вы добавите закладку. Далее вы переходите к вкладке «Зайти на сервер», но об этом позже. Проверьте соединение и общее подключение. Если возникают какие-то серьезные проблемы, или просто сравните два подключения. С использованием Steam Relay и без использования Steam Relay. Посмотрите на отклик в правом нижнем углу экрана в миллисекундах, который вам подскажет прямой отклик сервера и вашего игрового клиента. Далее, после того, как вы ввели все данные и убедились в их правильности и сохранности, вы можете перейти к прямому подключению к серверу. Для этого мы должны нажать кнопку «Зайти на сервер». Если сервер находится в состоянии онлайн, вы получите соответствующие сообщения от Steam сервисов и самого сервера, который поддерживает данную игровую модификацию. Если у вас совершенно нет подписок на игровые модификации от Project Zomboid, или нет необходимой модификации, которая поддерживает сервер, вам будет предоставлено данное информационное окно для выбора установки модификации. Вам не обязательно изначально и первоначально подключать модификации. Вы можете их в клиенте отключить совершенно. Вы можете также конкретно сделать очистку всех модов и при подключении к серверу загрузить свежие и необходимые модификации для игры на этом сервере. Данный игровой сервер не поддерживает и на данный момент не использует личные так называемые паки модификации, которые содержатся в одном файле. Поэтому весь список особо вас пугать не должен, поскольку сами модификации являются очень маленькими по объему. Максимальный размер файла, например, здесь дополнительная модификация карты всего лишь 65 мегабайт. Если у вас нет необходимой модификации, к примеру, данная строка мода будет написана и подсвечена синим цветом, что вы не подписаны на данную модификацию. Если ранее у вас установлены модификации имеются в клиенте Project Zomboid, данная строка имеет дополнительную маркировку зеленым цветом «Установлено». И обратить внимание, если прошло обновление модификации сервером, но не произошло это на уровне игрового клиента, данная строка, к примеру, необновленного мода может не обозначаться и никак не выражаться ни в цветовой индикации, ни в тексте. Бывает и такое, что данный мод необходимо обновить. В любом случае, вы можете отключиться или нажать кнопку «Установить». Клиент автоматически проверит необходимые модификации для подключения к игровому серверу и в случае успешной ассоциации файлов перейдет к загрузке игровой карты. После успешной загрузки модификаций, если все выводили правильно, с вводом пароля и IP-адреса сервера, а также его игрового порта, первое доступное окно, которое будет вам выдано при подключении к серверу, это точка появления. Данные пункты могут меняться и модифицироваться в связи со сменой пресета игрового сервера, поэтому даже если будет слишком много, особо не пугайтесь. Тут существует четыре достаточно эффективные для новичка точки появления, изначально заложенные разработчиками. Также дополнительная вкладка «Рандом», которая содержит довольно большое количество случайных точек спавна игрока, так как вам повезет. Рекомендуется более опытным игрокам. Также дополнительно существует город из модификаций, который называется Петровиль. Создает большой объем разнообразного лута. Очень своеобразный город. Также рекомендуется более опытным игрокам, которые изначально ознакомились с игрой. Настоятельно вам рекомендую начать, например, в городе Молдро или в Реверсайде. Все, что вам необходимо сделать, это выделить более понравившийся вам пункт и нажать кнопку «Далее». Окно профессии или изначальных перков вашего персонажа нового требует, конечно, дополнительного видео. Но основная механика будет вам объяснена в данный момент. Тут все довольно просто. К примеру, попробуйте изначально подобрать как профессию, так и последующие навыки, не обманывая себя под свой личный эго. К примеру, возьмем профессии, которые помогут изначально новичку освоиться. К примеру, взломчик позволяет взламывать машины изначально. Замок зажигания будет полезен любителям и автолюбителям. Ветеран обладает достаточно хорошей характеристикой для новых игроков. Это железная психика. Он не паникует. То есть, если вы ранее читали или совершенно не знакомы с данной механикой про зэк зомбоид, персонаж когда паникует, он менее точно стреляет, менее точно бьет по зомби, может спотыкнуться, может упасть, да может сделать совершенно все, что угодно в результате паники. Еще раз повторюсь, ветеран не паникует. Также, для эффективности стрельбы, вообще, чтобы начать какую-то адекватную стрельбу по целям, то есть зомби, необходимо иметь хотя бы два навыка, два пункта в точности. Как раз у ветерана эти два пункта и присутствуют. Также, сила поможет более эффективно бить оружием ближнего боя. Также, вторичный навык, который также полезен, как и точность, это скорость перезарядки оружия. И довольно неплохой у него перк или навык, просто говоря. Это короткое режущие. Это обычные ножи, мачете, которые в основном удерживаются в одной руке. Обратите внимание, что вы не можете нажать кнопку «Далее». Вы должны сбалансировать положительные характеристики с отрицательными, прежде чем начать играть. Как это звучит более человечным русским языком? Выбрав профессию, вы получили минус пять очков, которые не позволяют вам продолжить. Вы должны выбрать из усреднённого списка как положительные, так и отрицательные характеристики. Давайте посмотрим. Нам не надо сейчас срочно добавлять пять очков из отрицательных свойств. Мы можем выбрать сначально даже положительные. Например, ускоренное заизживление быстрее восстанавливается после травм и болезни. Довольно полезный перк для новичков. Как мы видим, нам добавилось минус три очка. Итого восемь. Теперь переходим к более отрицательным перкам. Изначально можно вам дать подсказку. Свойство «высокая жажда», даже несмотря на какие-то дополнительные настройки игровой карты, особо вас беспокоить не будет. Вы всегда сможете обзавестись водой, фильтром и тому подобное для употребления жидкости. Мы можем добавить эту отрицательную способность. Мы видим высокая жажда. На данный момент нам необходимо еще четыре очка. Очень своеобразной так называемой минус-характеристикой является аппетит. К примеру, курильщик. При старте у персонажа будет необходимый набор по пресету сервера, который на данный момент актуален. Он может меняться и модифицироваться. Поэтому либо узнайте у администрации или у игроков в дискорд-канале, какой на данный момент актуальный набор при старте игрока. Довольно интересная тоже минус-характеристика, которую можно, кстати, изначально бросить потом. Если вы в реальной жизни курите, то как раз по общему планированию это будет не самообманом. И вот мы видим, что осталось очков ноль. Вы можете нажать кнопку «Далее» и начать игру. Но не спешите. Попробуйте добавить или изначально действительно добавьте характеристику «Очень медленно водит автомобиль, неспешный водитель», поскольку новичкам довольно сложно адаптироваться к злому машин, ремонту машин. Это довольно утомительная прокачка. И данная характеристика добавит вам в среднем плюс 3 очка. И мы видим, что мы также можем нажать кнопку «Далее», но у нас осталась еще возможность получить 3 дополнительные перка, которые нам помогут в желании. Естественно, это будет курс первой помощи обязательно. Чтение книг на сервере ускорено, но мы можем дополнительно это отшлифовать умением книголюб. Трать меньше времени на чтение литературы. И последним, более-менее положительной характеристикой в один дополнительный перк может быть, конечно, поваренок. Но обратите внимание, на сервере меняются и зоны, поэтому, когда конечный результат эпидемии, электричество отсутствует. Поэтому кулинария нисколько труднодоступная, сколько немного несбалансированная и не подходит для данного этапа или сезона. Поэтому выбирайте внимательно. А вот знаток генераторов будет весьма актуален. Или, например, железный желудок, который понижает шанс получить пищевое отравление. Которое вполне можно получить по незнанию игрового процесса, съев испорченные продукты. Мы его свешенно добавляем. Не беспокойтесь, нажимайте кнопку «Далее». Естественно, если вы потеряете свой персонаж и он погибнет, данную таблицу можно заново переделать. Обязательно сохраните и постепенно отанчивайте и балансируйте, изучая игровой мир и процесс. После установки модификации, создания профессии и перков персонажа и создания самого персонажа, который достаточно просто и больше имеет ваш личный характер, вы готовы перейти к игре. В данном видео мы не будем обсуждать все механики. Это практически бесполезно, поскольку даже самая мелкая механика, например, обморожение или обычная простуда, потребует около часа времени для полного описания как математической составляющей, так и в обычно игровом жаргоне или игровой логике. Но первоначало, после захода в игру и выбора определенной точки спауна, вы появитесь в определенном месте. Еще раз обращаю ваше внимание на стартовый набор персонажа. Он меняется как от сезона, так и в связи с модификациями, так и в общем прицепе. На данный момент у вас будет GPS. Вы не можете открыть карту, как изначально по стандарту задумал разработчик без модификаций. Вам необходимо взять GPS в руки. Если вы его потеряли, вы можете телепортировать в свое убежище, об этом позже, или к своему трупу, где вы погибли. Но обратите внимание, там могут быть зомби и сами вы, бывшие, которые ходите в облике зомби. Вот такая вот интересная механика. Итак, мы берем GPS в дополнительную руку. Он автоматически включается. Мы можем назначить его, например, на ремень справа. Ремень доступен изначально. Выключить и снова включить его. Но обратите внимание, ввиду хитрости механик-разработчиков, а также дополнительные, не совсем логические состыковки модификаций и их авторов, нам, к примеру, придется взять опять его в руку. Выключить и включить. Потому что он находится у нас в дополнительной руке. Это, которая левая. Основная рука, это, которая у вас правая. В чем нюанс модификации? Это, в принципе, адаптированный и улучшенный вариант обычной квадратика карты от разработчиков. Вы можете ставить точки, пути, по которым необходимо следовать. Об этом будет подсказка ниже. Также вы будете узнать ваше местоположение по координатам. Вы можете открыть карту. Карта открывается только при наличии GPS в руке. Не в инвентаре, а в руке. По карте тут довольно все просто. Это маркировка и, соответственно, стоит модификация, если у вас имеется ручка для личной записи курсором и ластик, чтобы стереть личную запись. Что делать новому игроку после старта? Онлайн составляющая не особо эффективна в данной игре. Конечно, с напарником играть гораздо проще, но и есть свой казуал в одиночном выживании. Поэтому ваша основная задача – это прожить три игровых дня. Что это дает? А дает это самую простую вещь. Это занять дом как убежище. То есть вы можете убедиться в этом сами. Здесь вы заспавнились, то есть точка появления занята быть не может. Но, используя карту, к примеру, мы можем занять только жилые дома. Мы не можем занять магазин, мы не можем занять какие-то дополнительные сервисы, мы не можем занять полицию, мы не можем занять склады. Поскольку это на данном сервере запрещено. После того, как через три дня вы заняли дом как убежище, здесь уже начинается совершенно другая игра и другой геймплей. Поэтому, повторю еще раз. Изначально постарайтесь выжить и ознакомиться с механикой игры около трех внутриигровых дней. Дополнительно в заключение видео хотелось бы обратить ваше внимание на два направления в экономической составляющей игрового сервера Project Zomboid. Здесь не существует денег и торговцев. Первый встроенный магазин находится на нижней вкладке при нажатии кнопки Escape. Данные валюты и поинты зарабатываются, находясь непосредственно в онлайн-игре с определенным тиком. Хочу сразу обратить ваше внимание. Фарм и АИФК режим крайне не приветствуются. Если администрация вас удалила с сервера или просто забанила по причине бесконтрольного фарма данной валюты, вы обижаться в принципе не должны. В данном магазине доступны необходимые первоначальные предметы и оружие. Также в данном магазине можно получить как книги по развитию навыков, так и сами необходимые и первостепенные навыки. То есть какие-то вроде профессиональных навыков автолюбитель здесь получить не получится. Также присутствуют части автомобиля и сами автомобили. Магазин модифицируется и дополняется, а также убирается что-то лишнее или неактуальное, поэтому будьте внимательны. Вторичным магазином является дополнительный хвостик, который позволяет вам за суточные голосования получать бонусы в виде кристаллов и тратить их на необходимые предметы, которые вам доступны и будут полезны. Можно знакомиться по данной ссылке, которая доступна в Дискорде, а также дополнительно информация. Но здесь хочу обратить ваше внимание, что раз в сутки доступна гуманитарная помощь любым игрокам. Это тривиальная банка пива, бутерброд и два сундука, которые вам позволят получить что-то из необходимого списка. Еще раз обращаю ваше внимание, что данная опция доступна раз в сутки, плюс-минус час. При возникновении ошибок, недопонимания или каких-то личных вопросов и претензий вы всегда можете обратиться по ссылке на сайте основном или в Дискорд-канале. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.